Приветствую вас. Тут у нас с Приватбанком ряд интересной информации. Ну, во-первых, Гондарев сейчас в Вашингтоне выступает, ну, скорее всего, так уж сказать, тенечка убежала. Логично. И выступая в Вашингтоне на очень крутом мероприятии, которое называется Атлантический Совет США, Вашингтоне заявила, что необходимо еще 30 миллиардов гривен для докапитализации Приватбанка. Ну, естественно, она рассказала, что она спасла банку-систему, что национализация Приватбанка была необходима, что если бы она от нее сделать, то все развалилось. При этом причине, когда ей задали встречный вопрос на основании каких-то самых, естественно, она толком объяснить не могла. И тут же появилась другая информация. Есть такой украинский журналист Александр Дубинский. Он, ну, скажем так, он, да, он действительно мог это получить. Проект, проект аудиторского заключения Эрнест Янг. Ну, если кто не знает, Эрнест Янг сейчас делает аудиторское заключение Приватбанка по предыдущей периоде, естественно. И вот, в проекте этого заключительного соглашения указано, что по итогам 2016 года нет убытков Приватбанка. То есть, все обвинения, которые Гонтери востроил на том, что 97% всего корпоративного, ну, в портфеле Банк Инсайдерской не подтвердилось. В результате, ну, мягко говоря, ситуация забавная. С одной стороны, Гонтери рассказывает, да, я права, все замечательно, все классно. А с другой стороны, аудитори не нашли. Ну, то, что она, конечно, обманула, это все понимают. Но я все-таки повторю старую логику. Понятное дело, что национализация Приватбанка носила исключительно политический характер. Порошенко очень часто пугали, что Коломойский последний, кто может профинансировать Третий Майдан. Да, он может. Обращаю ваше внимание, что Второй Майдан финансировался на Коломойске. И Порошенко это знает. И он происходято знает, что три олигархи не будут финансировать, даже если у них будут свои деньги. Без банка Майдан не профинансируешь. Сразу говорю, ребят, технически это невозможно. Нужно свой банк. И по этой причине действительно национализация Приватбанка имела одну цель. Не допустить Третий Майдан. И его теперь не будет. Ну, вот, естественно, в США заявило, что мы планируем продать, приватизировать теперь Приватбанк. Врет, конечно. Ну, тем более, что она понимает, что его не будет. Она будет прятаться в Вашингтоне и рассказывать про реформы. Вот такая забавная информация про Приватбанк. И если что, можно сказать, ну, банк работает более-менее нормально. Проблем ни с карточками, ни с депозитами у меня с Приватбанком не было в последнее время. Дай Боже, и у Вас не будет. Да, ставки по депозитам снизились. Это факт. Но кредитование все равно. Приватбанка не работает. Ну, карточки кредитования есть очень здорово. А клиентов не кредитуют. Даже госкомпания не кредитует пока.